Я с удовольствием всех приветствую и большое спасибо, Ирина Николаевна, за возможность выступить перед вами. Дело в том, что когда примерно лет 15 назад как-то судьба меня столкнула с бактериофагами, и я начал заниматься этой темой и пригласил специалистов с опытом работы по 30-40 лет в этой области, то проблема, вопрос на который я так и не смог получить ответ в течение многих лет, состоялась в следующем. Почему бактериофаги, природой детерминированные как антибактериальные существа, так их назовем, не нашли своего места в медицине, в терапевтической практике, по крайней мере, сколько-нибудь серьезно? И вот я попробую за очень короткое время, за 20 минут, которые мне отведены, ответить на этот вопрос. Нам кажется, что мы этот ответ или нашли, или находим. Вы, наверное, задаете себе вопрос, а почему, собственно, на титульном листе презентации про бактериофаги присутствует флакон знаменитых духов Шанель номер 5? Ну, первая причина, конечно, состоит в том, что я знал, что я буду выступать перед педиатрами, я понимал, что это в основном женщины, дело идет к Новому году, и если я не могу вам подарить каждый флакон духов, то, по крайней мере, может быть, могу повлиять на ваше настроение. Но есть и другая причина, почему они здесь находятся, и я к этой причине подойду в ходе презентации. Начать я хотел с такого своего рода эпиграфа, который я с удовольствием прочитал, вот недавно вышедшей книги американского иммуно-токсиколога Родни Дитерта, который написал, что медицина хороша рода настолько, насколько хороша биологическая парадигма, лежащая в ее основе. И изменение биологической парадигмы неизбежно повлечет за собой изменения в медицинской практике. И когда я готовился к этому выступлению, я искал образы, с которых можно было ее начать, то образ, который пришел ко мне в голову, это был образ, навеянный известной картиной знаменитого русского художника Виктория Михайловича Васнецова «Видеть на распутье». Поскольку, на наш взгляд, именно в этом положении находится современная медицина в отношении антибактериальной терапии. Но эта картина, она для меня несет еще один смысл, потому что она была написана Виктором Михайловичем в 1878 году. Это было то время, когда в Европе поднималась, восходила звезда Роберта Коха, немецкого микробиолога, врача. К этому году он уже открыл возбудителя сибирской язвы. Через несколько лет он откроет возбудителя туберкулеза, который будет потом носить его имя. И в конце концов его деятельность привела к созданию так называемой парадигмы Коха, которая на сто лет жестко привязала инфекционные заболевания и теологического агента, это некий возбудитель, который должен высеваться с клинического материала, который должен выращиваться в лабораторных условиях, с помощью которой можно создать модель инфекции. И эта парадигма Коха стала доминировать в практической медицине. Надо сказать, что уже тогда огромное количество специалистов, титанов, таких как Верхов, таких как Бернард, а позже и Сеченов, и Гамалея, и Павлов, выступали против слишком упрощенного понимания связи между инфекционным процессом и микробиологией. Совершенно блестяще на эту тему написал в своей великолепной работе «Проблема причинности в медицине» Ипполит Васильевич Довыдовский, который еще в 1962 году говорил о том, что само выделение инфекционных болезней из числа прочих делается нами тоже достаточно произвольно, без учета принципа относительности, ибо фактически нет ни одного симптома или синдрома, который бы можно было назвать абсолютно инфекционным, и нет ни одного возбудителя, который бы без осечки вызывал инфекцию. И человек, который был президентом всесоюзного общества патолога «Анаток», узнал, о чем он говорит. Ну а конец прошлого века и начало этого века фактически разрушили эту парадигму. Об этом говорят уже все и говорят открыто. Сегодня на этой конференции много говорилось о микробиоме, о видовом разнообразии. Я не буду это повторять, потому что это уже достаточно известные вещи и причины, которые стали приводить к явлению, получившему название истощение микробиома, и огромный просто зеркальный рост по отношению к падению инфекционных заболеваний, заболеваний, которые носят аутоиммунный характер. Данные, которые я видел последние, американские данные в частности, говорят о том, что сегодня уже каждый 13-й ребенок имеет аллергию, аутизмом страдает в 2000 году каждый из 100 примерно 50 детей, в 2010 году каждый из 68 детей, в 2014 году каждый из 48 детей. Но для меня лично даже не эти цифры оказались яркой характеристикой той деградации здоровья населения, которую вы наблюдаете ежедневно. Это касается и этих заболеваний, и многих других. Это касается, наконец, резкого падения фертильности молодежи. И вы это знаете прекрасно. И вот почему здесь стоит Шанель номер 5? Я с большим удивлением узнал, может быть, вы это знаете, если нет, я с вами поделюсь, что несколько лет тому назад европейское сообщество запретило компании Шанель использовать в своем знаменитом рецепте Шанель номер 5 три компонента. Как аллергенные, вызывающие большую проблему у людей. То есть, по сути дела, получается, что наши, ну, кому-то дети, а у кого-то внуки уже просто лишены возможности наслаждаться тем ароматом, который Коко Шанель создала в 1922 году, и который она считала, является идеальным отражением того, как должна пахнуть женщина. Я не знаю, эти три компоненты являются ли не афродизиаками, но то, что это окажет негативное влияние на уровень фертильности, я думаю, что, к сожалению, это так. И сегодня открытие микробиома, колоссальная работа, которая проводится в этом мире, в принципе, уже кардинально изменили, по крайней мере, в теоретическом плане, не в практическом плане, картину, которую должен наблюдать клинический микробиолог. Вот с левой стороны вы видите микробный пейзаж полости рта, расстояние несколько миллиметров между наддесневыми и поддесневыми отложениями, и при этом 52 вида в наддесневых отложениях микроорганизмов и 44 некультивируемые, в поддесневых 347 токсономических единиц и 52 некультивируемые, а всего в ротовой полости может встречаться до 700 видов микроорганизмов, из которых как минимум 60 не культивируются, мы о них ничего не знаем, и мы имеем только молекулярные отпечатки. Тот самый знаменитый ген 16С риберсональный РНК, который позволяет определить отличие, так сказать, от того микроорганизма от другого, которого никто не видит, и что они там делают, мы, к сожалению, тоже пока не знаем. И вот вы видите разницу, сравнение молекулярного культурального метода идентификации бактерий, и внизу эта картинка, которая показывает вариацию микробного пейзажа 137 здоровых людей, это, так сказать, нижняя часть языка. То есть ни о каком стабильном микробиоме речи сегодня не идет. И постепенно, по крайней мере в теории, но не на практике, формируется понимание того, что бактерии и война, которая вольно либо невольно с бактериями началась и была запущена Робертом Кохом, она привела, в общем, к поражению человечества, и эту войну пора уже заканчивать. И в этом смысле очень важно не только то, что один из фундаментальных принципов практической медицины, стерильность перестала быть аксиомой, очень важно и то, что геном человека сегодня уже не рассматривается как решающий биологический фактор, определяющий жизни и здоровье человека. Поскольку открытия последних лет показали, что недостаточно иметь ген в хромосоме, нужно, чтобы этот ген еще экспрессировал, чтобы он стал активным. И выясняется, что в огромном количестве случаев свечи, переключающие активность или пассивность гена, находятся в руках бактерий, тех самых, большинство из которых мы даже не знаем, никак не называются, ни что они делают. И в этой связи мы по-новому взглянули на бактериофаги. Поскольку если нам нужно садиться за стол переговоров с бактериями, если мы заканчиваем военные действия, из-за исключением особых случаев опасных инфекций, я о них не говорю. Я говорю о тех обычных состояниях микробного дисбиоза, которые почти всегда полимикробные и почти всегда имеют отношение к самому человеку, эндогенные. Так вот, одним из главных союзников в этой области для нас не могут не быть бактериофаги, которые просто своим фактом существования на протяжении последних трех или четырех миллиардов лет убедительно показали, что они в состоянии ограничить бактериальную экспансию и поддерживать баланс микромира в более-менее нормальном состоянии. При этом наш подход к бактериофагам состоит в том, что мы не считаем фаги терапевтическим средством, направленным на убиение бактерий. Мы считаем, что это средство экологического воздействия для коррекции микробиома, для коррекции дисбиотических состояний, а не уничтожения. Тем более, я хочу еще раз подчеркнуть, что бактериофаги и не имеют такой программы со стороны природы уничтожить бактерии. Масса работ, которые посвящены экологии взаимоотношений бактериофагов и бактерий, показывают, что если бактериальный титр низкий, если бактерии находятся в так называемой стационарной фазе, 10 в 2, 10 в 3, даже вирулентные фаги, находящиеся рядом, не атакуют эти бактерии. И только если происходит начало так называемой фазы алгоритмического роста, активной экспансии бактерий, тогда фаги включается в этот процесс и через какое-то время останавливает эту фазу. Вот на графике, который здесь представлен, это график, извините, это график, который, ну это наши собственные работы, посвященные экологии взаимоотношения бактерий и бактериофагов. Видите, верхний график, связанный с ростом плотности бактериальной популяции, он тоже нелинейный, то есть бактерии тоже не размножаются просто бесконечно. У них тоже есть определенные ритмы, в которых они живут. Один из этих двух графиков, расположенных ниже, это добавление к бактериальной культуре одного бактериофага, показанного, что он вирулентный, что он активный. И причем, обратите внимание, что мы добавляем это в фазе уже роста, после того, как колония начала размножаться, понимая, что до этого фаги не будут атаковать бактерии. И второй, и вы видите, вот я хочу специально подчеркнуть, обратите внимание, что вот здесь вот, через 16 часов экспозиции при добавлении одного фага, очень вирулентного, многократно проверенного, мы часто наблюдаем эффект подъема плотности бактериальной, что связано с тем, что, скорее всего, в любой популяции бактериальной всегда вероятность присутствия бактерий, резистентных к данному фагу, достаточно высока. Об антибиотиках я в два слова еще позже скажу, в отношении антибиотиков это еще более правильно. И только вот этот нижний график, когда мы добавляем три или четыре фага из наших препаратов с разными механизмами отсорции на бактериальную клетку, когда один садится на мембрану, другой садится на ортоцепи, третий на пиле и так далее, и так далее, что возможно благодаря знанию и умению наших микробиологов, тогда и 16-часовая экспозиция, и 32-часовая экспозиция, пока не демонстрируют, что происходит, возобновляется бактериальный рост. Примерно год или два тому назад была опубликована очень интересная работа по исследованию верома полости рта, и вот эта работа, помимо другого, другой интересной информации, она подтвердила, что у каждого человека в любой момент времени в одном миллилитре слюны содержится 10 восьмой бактериофагов. Хотим мы этого, не хотим, они там есть. Понятно, что у человека нет воспалительного процесса, в основном эти бактериофаги умеренные, но они там всегда присутствуют. 10 восьмой, 100 миллионов. Несколько слов фагорезистентности, потому что вопрос неизбежный, вопрос навеянный в том числе и антибиотикорезистентностью, а не произойдет ли так, что у бактерий возникнет фагорезистентность подобной антибиотикорезистентности. Но помимо того, что я вот на этом слайде изложил и с правой стороны привел к картинке различных механизмов фагорезистентности, которые уже сегодня выявлены учеными. Но мало того, что, конечно, на каждый механизм фагорезистентности фаги достаточно быстро находят ответ. Но есть две принципиальных разницы между антибиотикорезистентностью и фагорезистентностью. антибиотикорезистентность – это неблагоприятные изменения внешней среды для бактерий, для всех бактерий. И все бактерии рассматривают этот фактор как общую угрозу. И поэтому они вырабатывают общие механизмы защиты. После открытия механизма горизонтального переноса генов стало понятно, причем межвидового, что бактерии, имеющие в своей цитоплазме, плазмид, содержащий ген антибиотикорезистентности, передает ее любой другой бактерии, находящейся вокруг. Поэтому основным носителем резистентности является не недобитый патоген после курса антибиотика, а нормофлора, которая выжила, которая сохранилась, и которая этот генрезистентности, который позволил ей выжить, она передает любому, кто появляется рядом. В отношении фагов этого механизма нет, потому что активность фага, например, против клепсиелы или против синегнойки не представляет никакой опасности для любых других бактерий. И поэтому механизма передачи резистентности к бактериофагам не существует. И второе отличие между фагорезистентностью и антибиотикорезистентностью заключается в том, что антибиотик – это инструмент в руках врача, инструмент открытия, скажем так, условно, двери бактериальной. Бактериофаг, он, если вы позволите мне такое сравнение, он сам как домушник, у него огромное количество отмычек, которые он перебирает. То есть он не ключ, а он тот, кто умеет открывать двери. И в этом принципиальное отличие и эволюция, в том числе и микромира на Земле, это прекрасно демонстрирует. Почему фаготерапия не нашла пока своего места в лечебной практике? В свете уже того, о чем я говорил. Ну, во-первых, действительно потому, что бактериофаги не являются убийцами бактерий в чистом виде. Программой природной это не заложено, они регуляторы. Второе, это, конечно, тоже очень важный момент, поскольку все клинические испытания были построены на принципе коха, то есть выделить патоген, определить возбудителя, дать лекарство и посмотреть его отсутствие. Бактериофаги так в принципе не работают, они регулируют численность. И у нас в лабораториях, мы работаем с огромным количеством врачей, и до нас это было известно, и параллельно появляется масса информации о том, что присутствие или отсутствие конкретного микроорганизма, я подчеркиваю, я не говорю об особо опасных инфекциях, практически никак не связано с клинической картиной. Он может быть, и человек будет абсолютно здоров, ему может не быть, и у человека будут явные клинические проявления заболевания. Вот опять же справа я привел картинку микробного состава тоже полости рта в патологии и в норме. И вы видите, что разница между патологией и нормой это небольшие соотношения по численности одних бактерий, которые преобладают в патологическом состоянии, в состоянии заболевания, и другие, которые преобладают в состоянии здоровья. Все остальные, и эти тоже, но и все остальные, все равно там присутствуют. Поэтому задача, доказательство, что бактериофаги могут убить синегнойную палочку или золотистый стафилококк, она, на наш взгляд, вообще сегодня становится неактуальной. Но понимая, что такая смена парадигма, о которой мы говорим, о которой говорим не только я, разумеется, говорит очень много, но много более грамотных и умных, так сказать, исследователей, необходимой смены парадигмы антибактериальной, она невозможна быстро. Второй этап этой смены, который, так сказать, мы видим, это тогда, когда мы все научимся управлять дисбиотическими состояниями через их коррекцию. И там будет целый ряд средств для этого, из известных, помимо бактериофагов, этой пробиотики, пребиотики, возможно, появятся какие-то еще. Сегодня в практическом плане используются и трансплантации, так сказать, микробиоты и так далее. Но первым этапом, на который мы обращаем внимание и которым мы сегодня занимаемся, является использование бактериофагов хотя бы для кардинального снижения чрезмерного использования антибиотиков. Потому что мы убеждены, что главная проблема антибиотиков сегодня это не антибиотикорезистентность, это повреждение микробиома, которое проявляется в огромном количестве проблем, которые были сегодня предметом обсуждения на вашей конференции и которые являются предметом анализа и обсуждения в литературе. И использование таких комплексных препаратов, о которых я говорю, с бактериофагами, является прекрасным средством именно снижения для начала приема антибиотиков тогда, когда это показания не связаны с жизненным состоянием и когда, так сказать, есть возможность рассчитывать на коррекцию. Этот график, который я привел, он, конечно, очень условный, но у нас есть довольно большое количество данных, мы работаем с огромным количеством сегодня врачей, компаний, мы приглашаем к сотрудничеству с нами, показывает, что по целому ряду направлений снижение применения антибиотиков, особенно тогда, когда их применение не очевидно для врачей, может составлять от нескольких раз до десятков раз. До десятков раз. И я считаю, что уже одно это достойно тех усилий, которые здесь и мы прилагаем, и те врачи, с которыми мы работаем. Не могу не поделиться, так сказать, некоторой радостью с вами. Дело в том, что мы летом этого года, в июне, мы выступали в Париже на крупнейшей конференции международной по бактериофагам. И мы выступили там с тремя острыми накладами, два из них я привел здесь. И совершенно неожиданно и для нас, в том числе, эта конференция отметила наш подход, подчеркиваю, подход, отметила специальные премии, одной из двух премий, которые вообще эта конференция дала, за инновации в фаготерапии. И коротко, в заключении, хотя я мог бы много чего рассказывать и долго, есть регламент, поэтому я уже двигаюсь к концу, я хочу подчеркнуть несколько важных вещей. Правильно подобранные препараты с бактериофагами, они абсолютно безопасны. Фаги не могут навести вред человеческому организму, предводы, детерминированно для них поиск тех клеток-мишеней, для которых они созданы. Когда я говорю правильно подобранные, я выбрал с правой стороны несколько элементов, которые мы считаем важными. Что такое правильные, потому что бывают разные, так скажем. И наиболее критичные – это строгая вирулентность бактериофагов. Каждый вид бактериофагов должен быть подробно охарактеризован. Препарат, в котором они находятся, должен быть стерильным с нейтральным pH. В нем не должно быть дополнительных компонентов, которые могут, как раз которые могут оказывать то или иное негативное влияние на организм человека. Сами методики применения. У нас уже есть там около, наверное, десятка в разных нозологиях, но эта вещь динамичная и она может корректироваться, должна корректироваться самим внимательным врачом, когда он работает с пациентом. Эффект применения бактериофагов, особенно на ранних стадиях инфекционного процесса, будет заметен очень быстро. Это буквально 2-3 дня, и вы увидите. Его может не быть, мы это тоже прекрасно понимаем. Но если он произошел, это значит, что еще один, в данном случае, ребенок, обошелся без антибиотиков. У нас есть 4 препарата разных, они сложные, по 50 фагов в каждом из них. Спасибо. Но опыт многих врачей, с кем мы работаем, показывает, что иногда смена препарата, учитывая сложность состава бактериофагов, может дать дополнительный положительный эффект, потому что, кроме специфики тех или иных биотопов, под которые мы собирали эти фаги, больше никаких принципиальных отличий в этих препаратах нет. Ну и в заключение, как человек с естественно-научным образованием, я бы хотел закончить свое выступление фразой, наверное, одного из самых неортодоксально мысливших ученых прошлого столетия, Альберта Эйнштейна, который сказал, единственное, что мне мешало учиться, это полученное мной образование. Спасибо. Спасибо. Спасибо.